Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с тем, что у вас происходит, давайте попробуем подумать, как вам выйти из вашей ситуации, и подберем вам стратегию поведения. Итак, вы пишите, что парень младше вас на пару лет, здесь у меня сразу к вам будет вопрос, почему вы об этом написали, ну то есть, почему вы написали, что парень младше вас на пару лет. Вас это волнует, вам это интересно, то есть он младше вас, вы считаете, что мужчина там не должен быть младше женщин и так далее. То есть, вот почему вы сделали акцент на этом возрасте. Как вы сами относитесь к тому, что он младше вас на какое-то количество лет? И если для вас это изначально было проблемой, то, соответственно, почему тогда вы согласились с ним, например, там, встречаться, допустим, и так далее, да? Может быть, ну, с учетом того, что ваш мужчина такой достаточно уверенный в себе, может быть, вам нравится быть в отношениях ведущей, вот, и так далее. То есть, на мой взгляд, вот эти моменты, они важны, на мой взгляд. Далее, значит, у него не было серьезных отношений. Никогда не было, я так понимаю. Соответственно, здесь к вам такой вопрос будет. Сколько лет к мужчине, и почему, по какой причине у него нет, не было серьезных отношений. Быть может, ему что-то мешало, быть может, у него есть какие-то проблемы, например, там, та же неуверенность в себе, допустим, и так далее. То есть, это, ну, такие, очень важные моменты, да? То есть, если у мужчины не было серьезных отношений, никогда. Если ему, ну, по современным меркам, если ему, там, больше двадцати лет, то это, скорее всего, ну, какие-то у человека проблемы. Трудности, да? Трудности именно в отношениях, трудности именно в взаимодействии, так сказать, с женщинами, например. Сам делал первые шаги навстречу, и все было хорошо. Но, как только начиналось все идти к серьезным отношениям, он, хотя бы, расставался. Ну, здесь вполне может быть страх ближести духовной, страх духовной ближести вполне имеет место быть, ну, вероятно, вероятно, невероятнее всего, других причин, других причин, я думаю, нет. Страх близости, либо неуверенность в себе, либо, опасение того, что, например, неудачно будет, ну, то есть, вот, ему самым неудачно будет, и он не хочет того, чтобы из-за вас он думал о себе хуже, как-то. Либо, у мужчины нет ярко выраженного мужского поведения, то есть, вот, образ, образ мужского поведения, как таковой, его отсутствует. То есть, да, вроде бы есть желание, там, допустим, есть желание, например, как-то вот развиваться и с мужчинами взаимодействовать, вот, и с женщинами взаимодействовать, да, такое желание есть. Но, при этом, как вести себя с ними именно в отношениях серьезных, у мужчины нет. То есть, не научили, не показали, из-за этого, из-за этого часа к себе не уверены, вот. То есть, вот, такие могут быть причины. И надо сказать, что, если мужчина вот так себя ведет, то вы сами вряд ли можете что-то изменить. Потому что, ну, просто потому что человек, он вот, он такой, он не переделывается, он не поменяется там. Поэтому, тут как-либо вы принимаете тот факт, что мужчина такой несерьезный, и делаете шаги навстречу с вами, понимая, что, скорее всего, вам придется делать это, ну, постоянно, постоянно придется делать первые шаги, вот. Ну, опять же, почему, почему? Потому что, он изначально так себя зарекомендовал. И, как бы, раз у вас уже есть, скажем так, прецедент, да, то есть, есть у вас такая модель, уже готовая модель победения, то, соответственно, скорее всего, мужчина, ну, он ничего не переделывает, он ничего не будет менять, просто вот это работает. И поменять его может только ваше поведение, другое поведение, изменяющееся поведение, вот. Но для этого нужно, чтобы вы действительно старались это делать, нужно, чтобы вы действительно поменяли свое поведение, чтобы вы действительно стали вести себя иначе, ну, по-другому как-то, вот. То есть, тут даже дело не в том, что вам нужно мужчинам учить быть серьезнее, а тут дело именно в том, чтобы показать, что вам что-то не нравится и вам что-то неприятно. Вот. Он уходил и старался. Это было два раза, и все два раза он сам меня находил и сам возвращал. Ну, первый раз, когда он с вами расставался и первый раз, когда он вас возвращал, это еще можно, в принципе, понять, бывает всякое. Но второй раз, когда он это сделал второй раз, здесь, конечно, несколько непонятно, почему вы сами позволили ему второй раз себя вернуть. И что вообще за фраза такая? Он меня вернул. А вы? Ну, если вы ушли, если вы от человека отдалились, если вы понялись, то человек, ну, как бы не готов к серьезным отношениям. Почему вы позволили ему себя вернуть? Второй раз. Что вам двигало? Потребности. Надежда, что он изменится. Всем обусловлена эта надежда. Может быть, страхи какие-то. Может быть, чувства. Но, опять же, чувства, понимаете, здесь чувство, это такой момент, то если вы его любите, то понимаете, что с вами он несчастлив раз уходит. И вы для него стрессогенны, получается. Может быть, для него и любая девушка сейчас стрессогенна. Может быть, этого я не знаю, конечно. Но однозначно могу сказать, что вне зависимости от того, любая не любая, то, что мужчина вот сам не знает чего хочет, это однозначно. И, как бы, соответственно, нужно вот в этом отдавать себе отчет. И если вы его любите все-таки, да, то с заботой относитесь к нему. То есть, ну, вам нужно понимать, вам нужно понимать, что человеку тяжело. Человек не способен, не готов, для него это сложно. Плюс не уверенно в себе. Вот, поэтому либо вы берете все в свои руки и сами как-то вот все это решаете. Ну, в смысле, сами, сами отвечаете за отношения, да. Вот, либо, либо отпускаете его. А вот так вот, как вы позволяете себя вернуть снова и снова, это вы себе не даете жить и ему тоже не даете жить. И вот я дала ему шанс опять. То есть, это принятый третий раз. Зачем? Все было хорошо, мы поругались, помирились. И сегодня он опять сказал, что не хочет вернуть отношения. Ну, боится. Либо боится, либо не готов. То есть, ответственность. Ответственность. Мужчина, он здесь, вот, ну, именно вот, в этот раз, вот, третий. Он выглядит, как человек, который боится ответственности. Именно ответственности боится. Вот. И, соответственно, если это так, то, что, ну, как бы, вам, вам его не переделать. И вы не сможете ему объяснить что-то, если он не хочет этого сам. То есть, вы женщина, вы не его учитель. Дальше. Далее, вы пишете о том, что, значит, в этот раз я не выдержала, расплакалась, но не бросила вернуться. Или еще что-то сказала, что если нету чувств, тогда хорошо, мы расстаемся. Ну, то есть, вы пытаетесь, эээ, принять решение. Вы пытаетесь принять решение, эээ, за него. Да? Вы пытаетесь, как бы, парню навязать, эээ, решение, которое, вот, ну, которое, вам, как кажется, наиболее приемлемым, да? Да? Вот. Но он не хочет, он не хочет это решение принимать. Парню это, эээ, мне нравятся, эээ, такие вот решения. Для него, эээ, значит, ну, для него, эээ, комфортнее, эээ, или лучше сказать, ему комфортнее. Эээ, ему комфортнее, когда, ээээ, решение не принято, вообще. И, соответственно, соответственно, вы, вы, эээ, вы пытаетесь ему это решение навязать, а ему-то это решение неприятно, ему-то это решение, ээээ, некомфортно, и он, соответственно, не хочет. Это решение принимать. Эээ, ему оно не нравится. И, естественно, что он, эээ, не будет его принимать это решение. И, соответственно, даже, ээээ, с вашей партнерской 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 партнеры, ему выгодно, ээээ, ему хочется, чтобы всё оставалось вот так. так как, собственно, есть сейчас, сейчас, то есть, чтобы была такая вот неопределенность, чтобы было, значит, все вот так вот непонятно, как-как, и так далее, вот, и это нужно понимать, вам, вам нужно это понимать, что мужчина поступает так, как ему удобнее, а не так, как хочется вам, так, значит, он сказал, что он с работы позвонит, придет с работы и позвонит, в общем, позвонили, все же успокоилось, сказал, что я тоже не готова выйти замуж, сейчас ради детей, я не говорила ему о любви, это так на самом деле, ну, а вы правда не готовы замуж и не готовы рожать детей, почему вы вообще эту тему, ну, подняли, зачем, если вы, если вы действительно не готовы, к тому, чтобы рожать детей, то зачем и почему вы об этом заговорили? Согласитесь, согласитесь, что это несколько странно, я хочу сказать, что вы сами подняли эту тему, вы сами подняли эту тему, тему именно, значит, ну, вы сами подняли эту тему, тему именно связанную с замужницей, и детьми, и вопрос, вопрос в том, еще раз повторяю, вопрос в том, для чего, для чего вы это делали? Вот тут давай, это действительно важно, ну, на мой взгляд, конечно, конечно, важно. Значит, либо вы хотите, действительно замуж, но понимаете, что вам с ним, это не удастся сделать, либо вы хотели все-таки за него, хотели замуж вообще, но сейчас поняли, что у вас не получится, и, соответственно, начинаете принижать, вот это вот свое желанство, стремясь его обесценить, стремясь его обесценить, выставиться так, как будто вам это не очень нужно. Ну, опять же, опять же, я не думаю, что это хорошая идея. Так, поступать, поступать, потому что вы не добьетесь, так, ничего, ничего. Так, значит, это он, так, я не говорил, это он когда поднимает эти темы, так, он поднимает темы о любви, любви, да? Сам. И вопрос. Как вы думаете, почему? Почему? Вот вопрос. Как вы думаете, почему он эти темы поднимает? Вот с чем это связано? Мне бы хотелось, чтобы вы, как следует, подумали об этом. Потому что это действительно важно. Далее, значит, я никак не напрягаю, не требую, ни виду, ни обременяю, я просто направляю сообщениям, и все, не думая, что будет завтра. Я не представляю себе таким чувством, как любовь, но мне нравится, нравится очень сильно, возможно, я влюблена, но, рожать детей и хранить замы, я пока не готова. Я не готова. Ну, как-то вы это все утверждаете, очень, знаете, так, настойчиво, настойчиво утверждаете. Такое ощущение, что вы готовы все-таки, как бы, вы, может быть, и готовы, точнее, но вы не готовы с ним. Вы не готовы с ним. То есть, может быть, вообще-то, вы вообще готовы? Уже давно готовы. А вот с ним нет. С ним вы не готовы. Ну, опять же, это нормально. Это нормально, если мы говорим о том, что мужчина не серьезный. Вот. И, соответственно, если человек не серьезный, то как здесь быть готовым? Естественно, что у вас нет уверенности, естественно, что у вас нет уверенности в том, что что этот мужчина тот, что вам нужен. Вообще. Вот. Так что, это нормально. Значит, так. Ага. Значит, так. Вы пишите. Все это я ему сказал, значит, ответил, давай забудем этот разговор, будто его не было. То есть, он моментально дает задний ход. Я его спросил, ты хочешь остаться? Он ответил, что нет, он хочет встречаться. Потом, через пару часов я попланировал, чтобы поделать, но, как можно лучше. И спросил, все нормально. Я говорю, да, только если это будет опять, то об этом не плачет. Даже если честно, нам не очень понятно, что значит эта фраза. То есть, он говорит вам о том, что вы не можете, например, на него благополагаться ни в чем. Он имеет в виду, что он вам ничем не обязан теперь? Он имеет в виду, что он имел в виду? Вы знаете сами? Ну, я думаю, что нет. Я думаю, что сами вы этого не знаете. Скорее всего, потому что этого не знает мужчина. И если этого не знает мужчина, то, соответственно, он не знает чего хочет. Если он не знает чего хочет, то, соответственно, опять же, можно говорить о том, что вам с этим мужчиной будет очень, очень тяжко. Надеюсь, вы это понимаете. Надеюсь, вы отдаете себе в эту машину. Далее, значит, так, на то я ему говорю, если не хочет, то не надо тогда. Давай расстанем. Если он не ответил, сразу-то все нормально. Ну, мужчина, знаете, мужчина вот всячески избегает какой-либо ответственности и прямых решений, потому что это обязывает его за них отвечать. А отвечать за свои решения, мой мужчина не готов. Он не ответил, сказал, что все нормально, а кроме того, по его поведению до этого дня я чувствую, что он влюблен. Ну, влюблен может быть, но, понимаете, влюбленность – это одно. То, когда человек сталкивается с ответственностью в треху, когда человек понимает свою ответственность, когда он чувствует ее, видит ее ответственностью в своих, вот, то, соответственно, это же совсем другое. Влюбленность – это совсем не то, что любовь, это совсем не то, что реальное чувство, это не то, что отношение. Он может быть влюблен, да, он может быть влюблен, но совершенно не обязательно, что он готов к отношениям. И поэтому вы сами для себя решите, что вы готовы быть просто влюбленной, и тогда вам ничего ждать не нужно, а просто вот действуйте, как вы действовали, и все. Если у вас есть желание более серьезных чувств, более серьезных отношений, тогда, опять же, не к нему. Тогда вы можете ему сказать об этом, но вы не можете его заставить, вы не можете его принудять. Когда вы добиваетесь от него решения какого-то, вы понимаете, что решение этого он вам не даст, скорее всего. Ну, он не может этого сделать просто, да, вот. И вы все равно от него требуете этого решения. То есть, как бы, момент такой, зачем ответ, потому что вполне возможно, что и вы тоже сами не готовы принимать решения. Сами тоже не готовы отвечать за свои действия. Ну, для женщины это, конечно, более-менее нормально, более-менее адекватно. Вот. Ага. Но, тем не менее, тем не менее, вы не понимаете, что в серьезных отношениях так не построишь. Это невозможно. Поэтому я надеюсь, что вы перестанете требовать от человека того, чего он вам дать не может. Либо вы принимаете его поведение, либо не принимаете. Но тогда, если вы не принимаете, у этого должны быть причины. И вопрос в том, какие это причины. Вопрос в том, именно, какие это причины. Вопрос в том, что ты влюблен. В сравнении, я сам много раз хотел с ними расстаться, но не хотел, чтобы расчистал меня. Но об этом я уже сказал. Для такого чувства, то он боится признаться в себе сам в себе, что влюблен. Да, возможно. Ну, опять же, не влюблен. Значит, нельзя, нельзя не признаваться в себе в том, что ты влюблен. Это невозможно. Можно, знаете что? Можно бояться. Бояться любви. Потому что из-за этого ответственность. Обязательство. Ага, а вот к этому человеку человек не готов. Понимаете? То есть, вот ситуация мне видится. Таку. Как мне быть? А как вы хотите? Вот понимаете, если вы хотите серьезных отношений, то никак с ним серьезных отношений вы не построите. Человек еще не готов к этому. Если вам не обязательны серьезные отношения, то тогда, соответственно, и не руйно. просто общайтесь с ним, просто получайте удовольствие. Наслаждайтесь общением с ним. И все. То есть, в этом случае вам не нужно, в этом случае вам не нужно что-либо делать. Весь вопрос в том, чего именно вы хотите. И все. Вот это основной момент. Как вести себя? Свободно. Вести себя свободно. Непромиссионно. Ничего от него не требовать. Ну и, соответственно, не сближаться с ним. То есть, если он вам не дает какое-то надество и не дает стабильности, не дает определенности, то и вы вправе вести себя вести себя свободно. Вести себя так же. То есть, вы вправе не относиться к нему всерьезно. Вы вправе не воспринимать его как серьезного мужчину. Вы вправе вести себя так, как хочется вам. Это адекватно. Это адекватно. А то, получается, что он ведет себя не серьезно, а вы ведете себя серьезно, и из-за этого происходит не совпадение у вас. Пусть он, так же как и вы, почувствует себя, ну вот, на вашем месте. Пусть и почувствует, каково это быть неопределенности, дается ему это понять. И мужчина либо примет это, либо примет, либо что-то поменяет. Вот, да, сейчас нужно отступить. Сейчас нужно отступить. Сейчас, значит, дать ему разобраться в себе нужно. Это правильно. Но не терять его совсем и периодически с ним общаться. Ага. Остаться он с вами не изжалом. Если у вас, вот, есть неуверенность в себе, вы почему-то не уверены в себе. Вопрос в том, в чем именно вы не уверены. Может быть, боитесь одна оттаться, может быть, еще чего-то боитесь. Вот. Я сказал ему, прими решение просто для меня. Он этого не может. То есть, говоря ему это, вы охраняете его к невротическому поведению. Вот. И мужчине с вами некомфортно. И для того, что вы требуете от него решение, которое он сам принят, принять не в силах. И, соответственно, либо вы принимаете его еще раз таким, либо нет. Но требовать от него решения не нужно. Он решения принимать не может. И самое главное, что вы вступили с ним в отношения именно таким. То есть, он изначально был именно таким, не умеющим принимать решения. Либо после этого что-то поменялось, и вы захотели большего, либо вы поняли, что этот человек просто не вас. Но это адекватно. И в этом нужно быть честно и в первую очередь с собой. С самой собой. Это важно. Я сказал ему, например, решение. Так, почему он за меня спрашивал пару раз недавно, люблю ли я его? Ну, мужчина не уверен в себе и проецирует это неуверенность на вас. Хочу ли я его любить? Это вообще вопрос бессмысленно. Нельзя хотеть любить. Либо любит человека, либо нет. Но, соответственно, не знаю. Но это значит, что любви у вас как таковой нет. И симпатия. И, если можно быть, привязанность. Но нужно понимать, что симпатия, она, во-первых, не любовь, а во-вторых, если есть симпатия, то ей ведь нужно развиваться. Вы понимаете, как бы симпатия, если симпатия, необходимо развитие. Без развития симпатия не значит ничего ровным счетом. А он симпатии развиться не дает своим поведениям. Вы не чувствуете себя защищенным. Вся такая неделя уже примерно длится полгода. Могите разобраться, что не так. Мужчина боится ответственности, что не уверяется в себе, а вы не способны сами принять решение, которое бы вам соответствовало. То есть вам что-то мешает. Почему он уходит? Потому что не уверяется в себе. Я не давлю на него, не требую. Мы общались уже как друзья, как любовники и как влюбленные. Как мне вести себя, не понимаю. Прочь. В вашей жизни желательно бы добавить мужчин. Чтобы он увидел как конкурент. Чтобы он увидел, что вы можете уйти рядом. Совсем одна. В вашу жизнь лучше добавить еще мужчин. Понимаете, чтобы еще были мужчины другие. А то он только один. Он сомневается. Он везде видит угрозы какие-то. Везде видит сомнения. Ну и плюс вы еще своим поведением потребуете от него того, чего он дать не может. Вот так. Так, я думаю, можно ответить на ваш вопрос. То есть, смотрите. Мужчину вы оставьте в покое. Он не добрался в себе. Он не знает, чего он хочет до конца. И так далее. Оставьте его с собой. Занимайтесь больше своей жизнью. Общайтесь с другими мужчинами. Не идите от него того, чего он дать вам не может. А если ждете, то подумайте, чем продиктованы ваши ожидания. Потому что это уже ваше желание. Это уже ваше стремление. И обязательно обратите внимание на то, что мешает вам принять решение. Почему вы все время требуете от него решения. Решения. От него решения. От того, как быть вам. И теперь вы и так не спрашиваете у нас. Как вам себя вести? А что вам решение принять мешает? В смысле, понимаете, что вы не можете вести себя так, как вам хотелось быть с ним. Потому что он не готов. Значит. Если он не готов. Нужно это принять. А вы не можете принять. И вот вопрос в том, почему. На этом все. Надеюсь, это помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарить вам, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! Попробуйте! 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 Приехать! Связать! Удачи!